В апреле 2018 года американские военные столкнулись с необъяснимым явлением. В южной части Средиземного моря пропал устойчивый прием сигналов GPS. Для командования авианосной группировкой США это стало настоящим шоком. Самолеты и ракеты союзников в любой момент могут потерять ориентацию в пространстве. В Пентагоне решили, армия столкнулась с неизвестным оружием, которое использует так называемые новые физические принципы. Таинственные системы, о которых сами американцы много говорили, но никогда еще не применяли в реальном бою. Узнать, у кого стоят такие комплексы на вооружении, практически невозможно. Новое оружие не оставляет следов. По странному совпадению, именно над таким оружием работал родившийся в Сербии выдающийся изобретатель 20 века Никола Тесла. Мог ли он знать, что через 100 лет на его родине возникнет первая электромагнитная противоракетная оборона? То, над чем работал Никола Тесла в последние годы жизни, мало кому известно. Он колесил по Америке, словно пытаясь замести следы. Возможно, именно в этот период его жизни и появились первые чертежи того, что сегодня называют оружием на новых физических принципах. Смотрите далее. Формулы, чертежи и схемы. Что скрывал изобретатель в своих лабораториях? И куда исчезла самая важная часть архива Теслы? Впервые. Великая тайна сербского инженера. Возможно, он мог перемещаться и в будущее. Возможно, он мог перемещаться и в какие-то параллельные реальности. Оружие, которому не нужны снаряды. Как оно работает и почему это оружие последнее в истории человечества? При таком применении не нужно будет даже ответного удара. Страшнее ядерного. Кто первым сможет применить его в реальном бою? Ничего подобного ни у кого в мире нет. Зачем Никола Тесла создавал систему перехвата сверхскоростных высотных целей? Как он мог предвидеть появление межконтинентальных ракет? Фактически, Земля могла бы просто перестать существовать. Чем закончились для Пентагона эксперименты с перемещением во времени? Кто первым сможет повторить опыты Теслы, которые даже при технологиях начала прошлого века едва не вызвали катастрофу планетарного масштаба? Какое оружие он создавал? Впервые. Уникальные материалы о главном секрете инженера смерти. Смотрите прямо сейчас. Так набирает высоту носитель, который на Западе назвали «Сатаной». Но сейчас это уже прошлый век. Ударные комплексы постепенно уступают места в шахтах «Сатане» нового типа – сверхсовременной ракете «Сармат». Она способна преодолеть рубежи иноземной и несуществующей космической обороны. Известно, что «Сатана-2» легче своей предшественницы. Новая баллистическая ракета может уклоняться от перехватчиков, меняя траекторию полета. После разделения боеголовки превращаются в сверхзвуковые крылатые ракеты. И это настоящий кошмар для западных ПВО. Такая схема означает, что как минимум один из восьми ядерных зарядов «Сармата» будет доставлен точно по адресу. Погрешность не более 50 метров. Но при мощности взрывов 750 килотонн, это обстоятельство не будет иметь принципиального значения. Поразительно, но сбивать боевые блоки «Сармата» на сегодняшний день американцам попросту нечем. Они рассчитаны на преодоление систем ПРО, которых еще даже не существует. И вряд ли они появятся в ближайшие лет 20. Нету на земле материалов, которые имеют необходимые характеристики, чтобы маневрирующую на такой скорости ракету можно было бы догнать и в нее ударить. Что остается? А остается только одна возможность – поражать такие цели с помощью оружия на новых физических принципах. Но что такое эти новые физические принципы? Не исключено, что ответ на этот вопрос спрятан в секретных архивах, которым американские спецслужбы никого не подпускают почти 80 лет. Тайные разработки Николы Теслы. Лучи смерти, мифическая энергия Земли, электромагнитные импульсы, которые можно передавать на тысячи километров. Сегодня старые гипотезы обретают новые очертания. Смотрите далее. Реальная фантастика. Какие разработки инженера Теслы легли в основу сверхсекретного оружия 21 века? Если вас поместить в это поле, вся кровь скипит, все жидкости в человеческом организме, они закипят просто-напросто. Третья мировая. Можно ли к ней подготовиться? И когда она может начаться? Фактически, ну, Земля могла бы просто перестать существовать. Первые жертвы войны токов или старая коптильня? За что американские заключенные так прозвали электрический стул? Машина для убийств оказалась несовершенной. Как эксперимент Николы Теслы чуть не вызвал мировую глобальную катастрофу? Он может считаться первооткрывателем темной материи и темной энергии. Человек, обогнавший время. Какое воплощение находит сегодня идеи гениального изобретателя? И как работают системы вооружений на новых физических принципах? Впервые самая главная тайна изобретателя смерти. Смотрите прямо сейчас. Вся жизнь Николы Теслы окутана многочисленными загадками. Его биография – сплошные пробелы. Некоторые историки считают, что Тесла на самом деле был русским ученым. Мало кто знает, что в 1884 году великий изобретатель приезжал в Российскую империю, где долгие годы работал на электротехнической фабрике. Спустя 11 лет Тесла уже в Царицыне, нынешнем Волгограде, открывает собственную компанию по обслуживанию электрооборудования. А еще позднее СССР купит у гениального физика за 25 тысяч долларов патент на разработку некоего таинственного оружия. Но почему эта информация скрывалась все это время? Кто вычеркнул ее из официальной биографии Теслы? И кому это было выгодно? 1915 год. Никола Тесла объявляет о готовности запатентовать уникальную машину. По словам изобретателя, его устройство может летать со скоростью около 500 километров в час. Немыслимые значения для того времени. При этом у машины Теслы не было не то что крыльев, даже пропеллера. Инженер уверял, его агрегат способен пересечь Атлантический океан без дозаправки. Ничего не напоминает? Не слишком ли изобретение начала века похоже на проект современной межконтинентальной ракеты? То, что он сделал, мы имеем и сейчас. Просто под другими личинами, под личинами других изобретателей. Еще одна загадка изобретения Теслы – топливо, которое могла использовать летающая машина. Ученый заверял, она в буквальном смысле будет получать энергию из воздуха. Более того, для управления аппаратом не потребуется даже пилот. Но что за невидимую энергию хотел использовать ученый? И как летательный аппарат может найти свою цель без участия человека? Об этом Тесла не рассказывал никому. По биографии Теслы, в его научной деятельности, очень немного доказанных и научно установленных фактов, которые могут быть правдой, но доказательств, которым не существует. По странному совпадению, через 20 лет после смерти Теслы американские военные представили разработку, которая поразительно похожа на то, о чем говорил великий ученый. Двигатель экспериментальной ракеты действительно не нуждался в обычном топливе. Ему вполне хватало обогащенного урана и атмосферного воздуха. Ракету «Слэм» теперь называют самым грязным оружием в истории человечества. И не зря. С одной стороны ракета забирала воздух, а с другой оставляла после себя раскаленный радиоактивный шлейф. По замыслу Пентагона, после сброса боеголовок, «Слэм» должна была летать над территорией противника до тех пор, пока реактор не выработает свой ресурс. Масштаб радиоактивного загрязнения был бы в таком случае колоссальным, но это вполне вписывалось в концепцию национальной безопасности США того времени. Но вот вопрос, почему же это перспективное во всех отношениях оружие не стало серийным образцом? Скорее всего, проблема заключалась в том, что Тесла хоть и предсказал отказ от обычного топлива в будущем, но не объяснил, как именно использовать такие системы. Доктор физико-математических наук Борис Родионов уверен, ученому удалось заглянуть в самое отдаленное будущее. Там, где наряду с электричеством и ядерными двигателями используют особый, принципиально новый вид энергии – электромагнитные поля, которые не регистрируются обычными приборами. В наше время эту загадочную субстанцию условно называют темной материей. Мне Тесла близок, я вижу, как эти идеи о темной материи, как они могли бы сработать уже в его времена. И дай бог, чтобы это у нас сработало сейчас. Но как же Тесла научился управлять этой энергией? Все точки над «и» могли бы расставить патенты и чертежи изобретателя. Но Тесла оказался не так прост. Современные инженеры до сих пор не смогли разобраться в его записях. Да они ничего не могли понять. Я читаю, патенты – это пустые слова. Тесла умел это делать. У него машина ездила за счет радиантной энергии. Но никто не понимает, как это. И даже многие не верят в это. И поэтому говорят это как о сказках, хотя есть живые свидетели. Над самыми интересными проектами ученый работал в одиночку. У многих исследователей даже складывалось ощущение, словно изобретатель собирает свои машины без заранее продуманного плана. Инженерные решения рождались как будто на ходу. Но эти научные экспромты действительно работали. Он даже не рисовал чертежей. Он ему сразу говорил, вот сделаешь то-то, то-то, то-то. Потом он собирал, получался работающий агрегат. У него голова была как компьютер, как суперкомпьютер мощный. Он там в нем, в голове проигрывал все варианты работы, изобретения, которые он придумал. И похоже, у Теслы были причины для такой секретности. В начале 20 века его компания находилась фактически в состоянии войны. Два электрических гиганта, Томас Эдисон и Никола Тесла, делили американский рынок. Да так, что только искры летели. По легенде, Тесла прилетел в Америку без гроша в кармане, но с огромным багажом идей. Такие эмигранты в конце 19 века пребывали в США сотнями тысяч. Но ученому почему-то выпал счастливый билет. Он загадочным образом сразу получил должность ведущего инженера в электротехнической компании, всемирно известного предпринимателя и изобретателя Томаса Эдисона. Историки долго пытались найти объяснение этой немыслимой удачи и пришли к странному выводу. Американская часть биографии Теслы придумана его будущим конкурентом, Томасом Эдисоном. Ему было выгодно рассказывать журналистам, что он принял на работу никому неизвестного эмигранта. На самом деле Тесла еще до переезда в Америку стал знаменитым в Европе. Его статьи рецензировали лауреаты Нобелевской премии, а к разработкам присматривались военные. Несмотря на то, что у Никола Тесла и так было все в Европе замечательно, но понимая, что настоящий рост у него будет только с лучшим представителем электротехнической индустрии на тот момент времени в мире, это с Эдисоном, он не имел других альтернатив, кроме как поехать к нему. В Старом Свете у него было все, кроме главного – масштабного финансирования проектов, которые в официальной научной среде казались чистым безумием. У него-то уже была программа в голове, и наработки были. Дрова энергия, радиосвязь крупная, соединение всех банков мира в единую сеть, то есть создание единой цивилизации. Интернет, глобальный банкинг, спутниковое телевидение и связь, комплексы радиоэлектронной борьбы и противоракетной обороны. Тесла не знал, как назовут его изобретения через сто лет. Но вот что странно, он описывал эти системы, как будто видел их в действии. То, что Тесла однозначно черпал часть своего вдохновения где-то за пределами логики и его технической компетенции, но это факт, потому что других объяснений, соответственно, его изобретениям нет. Возможно, он мог перемещаться и в будущее, возможно, он мог перемещаться и в какие-то другие параллельные реальности. Инженерная карьера Теслы началась со странного путешествия, о котором он не любил вспоминать. В 20 лет он бежал из дома, спасаясь от призыва в армию Австро-Венгрии. Будущий ученый больше года прятался в горах Хорватии. Об этом периоде его жизни известно только одно. Но вернувшись из добровольного изгнания, Тесла внезапно стал учиться физике, хотя вся его семья была уверена, что он будет поступать в духовную семинарию. Можно предположить, что были какие-то учителя у Теслы в тех же самых горах, плюс природная предрасположенность. И со временем у мальчика появилась возможность искусственно вызывать состояние транса, входить в состояние измененного сознания и подключаясь, как он называл это, к единому информационному полю, получать любую информацию оттуда. Какое тайное знание открылось Тесле, когда он скрывался от мира? Одно из последних интервью ученого шокирует откровениями. Оказывается, Тесла в горах страдал от жутких галлюцинаций. Ему являлись умершие родственники, которые рисовали чудовищные картины загробной жизни. Видения были настолько реальными, что в какой-то момент Тесла полностью отключился от внешнего мира. Тесла действительно мог в юности страдать от галлюцинаций. И могло быть помешательство, либо это могло быть мистическим опытом в его жизни, который повлиял на него как на человека. В своих воспоминаниях Тесла писал, в тот момент он мог бы погибнуть в одиночестве, однако нашел спасение в том, что стал замещать кошмарные картины образами мира, в котором он жил до своего побега в горы. Произошло нечто необъяснимое. Тесла вспоминал, что сначала смутно, а потом все ярче он стал видеть совершенно незнакомые города и страны. Современные эзотерики называют это состоянием измененного сознания. Эти видения будут преследовать его всю жизнь. Современники Тесла вспоминают, физик мог ни с того ни с сего прервать оживленную беседу, схватиться за карандаш и начать рисовать загадочные схемы. Достоверно известно, что первый чертеж двигателя переменного тока он выполнил тростью на песке во время прогулки по Центральному парку в Нью-Йорке. Гений, он читает информацию не в книжках, а, как сейчас говорят, в ноу-сфере. Неужели фантастические проекты Теслы – это результат загадочных откровений, которые он получал, погружаясь в измененное состояние сознания? Но почему одни его изобретения работали так, как задумал ученый, а другие остались лишь на бумаге? И какую роль на самом деле играл сербский инженер в компании американского короля электричества Томаса Эдисона? Трудно представить двух более непохожих по стилю ученых, чем Тесла и Эдисон. Тесла мог месяцами думать над одной схемой, не советуясь ни с кем. Эдисон же наоборот – получал патент еще до того, как новое устройство начинало работать. Именно поэтому его, например, считают изобретателем электрической лампочки. И мало кто знает, что вместе с ним патент на аналогичную конструкцию пытались получить еще восемь человек. Причем оригинальная лампа Эдисона ни при каких условиях не могла бы стать массовым продуктом. Ведь для нити накаливания он предлагал использовать платину. Она при нагревании быстро размягчалась и плавилась. Сам по себе Эдисон не особо-то был креативный и творческий человек. То есть он скорее был инвестор. То есть он просто брался за все, творчеством-то не блистал. Фирма Эдисона занималась не столько новыми разработками, сколько промышленным шпионажем. Американские менеджеры охотились за идеями по всему миру, а патенты получали в США, не отдавая авторам ни цента. Вероятнее всего, по той же схеме планировал работать с Теслой и Эдисон, который мечтал о государственных подрядах на электрическое освещение городов. Но его инженеры никак не могли научиться передавать ток дальше, чем на 3 километра. У Эдисона был тупик, то есть были гигантские машины, которые пытались каким-то образом передать постоянный ток на большие расстояния. И кроме как, так сказать, на полтора мили у них это не получалось. Именно Тесла предположил, что можно сделать принципиально по-другому, и этот, так сказать, метод мы используем именно сейчас. По официальной версии, Тесла и Эдисон не сошлись во взглядах на будущее энергетики. Считается, что они поссорились из-за генерации переменного тока. В нее Тесла предлагал вложить деньги. Однако историки уверены, все гораздо сложнее. За несколько лет сотрудничества агенты Эдисона так и не смогли получить чертежи революционных для своего времени машин, над которыми работал Тесла. Сербский ученый не делился информацией, а американский – деньгами. Тесла справлялся, не спал, не пил, не ел. У него было железное здоровье. Он мог сутками работать. Потом Эдисон его обманул. Он ему дал какое-то задание на 40 тысяч долларов. Тесла его выполнила, а 40 тысяч долларов Эдисона ему не заплатила. Однако Теслу это не остановило. Ученый познакомился с таким же авантюристом, как и он сам. Финансист Джеймс Морган был готов к самым рискованным экспериментам. Для начала он вложил деньги в проект уличного освещения Манхэттена. Причем без всяких обязательств со стороны Теслы. После разрыва с Эдисоном Тесла оказался в более выгодном положении. Казалось, у него появилось все, о чем только может мечтать изобретатель. Влиятельные покровители, своя лаборатория и непрерывный поток эмигрантов, которые были рады любой работе. Друг-миллиардер ему отваливал столько денег, сколько надо. Люди за деньги вам слова изготовят, я не знаю, из золотых проволочек. Однако вскоре выяснилось, что в своем бизнес-плане Тесла допустил одну роковую ошибку. Вместе с богатыми покровителями у него появились и не менее состоятельные враги. Война за место на американском рынке только начиналась. И к ней изобретатель оказался абсолютно не готов. Смотрите далее. Назад в будущее. Сколько стоит мечта о создании абсолютного оружия? И почему мировое правительство было готово платить за проекты Николы Теслы колоссальные деньги? У него в друзьях были почти все миллиардеры американские, те, которые делали мировую политику. Властелин темной материи из Колорадо-Спрингс. Можно ли управлять энергией, которую не регистрирует ни один современный прибор? И кому это действительно удалось? Если вас поместить в это поле, вся кровь скипит, все жидкости в человеческом организме, они закипят просто-напросто. Есть ли жизнь после казни? Почему электрический стул убивает далеко не всех приговоренных к смерти? Убить человека не так-то просто, как это казалось тем изобретателям. Иное оружие. В чем сила новых физических принципов? Как работают самые странные изобретения Николы Теслы сегодня? Машины судного дня от инженера смерть. Мир уже никогда не будет прежним. Кто в этом виноват? Смотрите прямо сейчас. Тесла и представить себе не мог, с чем столкнется в Америке. Его идеи были слишком революционными даже для Нью-Йорка. Ученый уверил научное сообщество, что сможет передавать энергию на огромные расстояния. А лампу накаливания Эдисона назвал бесполезной игрушкой. Тесла провозгласил, скоро он заставит светиться обычный воздух. Но разве кто-нибудь в те годы понимал, что конкретно имеет в виду этот странный изобретатель? Только через 50 лет мы начали, например, в промышленных масштабах использовать освещение именно люминесцентные лампы, которые он придумал. До этого же не использовали. Практически многие изобретения у Николы Тесла, они только потом раскрылись. Генератор переменного тока Николы Теслы стал сенсацией в научном мире, но едва не погубил репутацию самого изобретателя. Его бывший партнер Томас Эдисон при каждом удобном случае называл Теслу мошенником. Он с удовольствием платил газетчикам, которые распространяли о Тесле самые нелепые слухи. Сейчас подобное назвали бы черным пиаром, но газеты того времени придумали для битвы двух ученых свой особый термин – война токов. К тому времени электростанции Эдисона работали по всей стране. Тесле же еще только предстояло доказать преимущество своего изобретения. У Теслы с Эдисоном были принципиальные расхождения. Тесла говорил, что будущее за переменным электрическим током, а Эдисон говорил, что нет за постоянным. Делал соответствующее устройство, очень сложное, на постоянном токе. Сотрудники Эдисона устраивали почти ярмарочные представления, чтобы показать опасность переменного тока. С помощью электрических разрядов они убивали животных прямо на глазах у изумленной публики. Все началось с экспериментов над кроликами. Потом для убедительности перешли на собак и обезьян. Но настоящей звездой этого смертельного шоу стал взбесившийся слон из Нью-Йоркского зоопарка. Животные умертвили ударом переменного тока. За этим зверским представлением наблюдали сотни горожан. Люди Эдисона пользовались тем, что показывали это на всяких ярмарках, чтобы дискредитировать Теслу. Говоря при этом, посмотрите, что переменный ток делает животными и что он может сделать с человеком. Дошло до того, что устройства Теслы стали массово использовать для забоя скота. Эдисон тоже постарался на славу. Об этом чудовищном событии узнала вся Америка. Так в начале 20 века Эдисону удалось похоронить едва родившееся предприятие Теслы. В стране укрепилась мысль – постоянный ток для людей, переменный для животных. Вы знаете, Николай Тесла с самого начала своей карьеры, своей деятельности работал в очень агрессивной среде. И ему буквально приходилось бороться за все свои изобретения. Но Тесла не сидел сложа руки. Убежденный пацифист был готов пожертвовать своими убеждениями ради науки и подготовил контрнаступление, которое могло переломить ход этой электрической войны. Компания Теслы получила скромный заказ на освещение ярмарки в Колорадо-Спрингс. В это, казалось бы, малозначительное предприятие Тесла решил вложить все, что у него было. Деньги, как таковые, его мало интересовали. Он как бы жил за счет своих друзей. У него в друзьях были почти все миллиардеры американские, те, которые делали мировую политику. И тогда и сейчас делают. Первый глобальный эксперимент, который открыл целую серию опаснейших опытов изобретателя, шокировал американцев. За пару недель рядом с Колорадо-Спрингс возникла странная вышка, похожая на современные ретрансляторы радиосигналов. Тесла заявил, что для освещения ему даже провода не понадобятся. Он поставил только одно условие. Никто из посторонних, а тем более журналисты, не должны приближаться к его устройствам. Предстоящий опыт был безумно рискованным. Ученый хотел получить напряжение в несколько миллионов вольт, создать мощнейшее электромагнитное поле. За пару дней до открытия выставки в городе стали происходить странные явления. Ночью вдруг становилось светло, как днем. В темном небе вспыхивали молнии, а воздух был так наэлектризован, что у прохожих в прямом смысле волосы вставали дыбом. Доходило до того, что между мостовой и железными подковами лошадей проскакивали электрические разряды. Неужели Тесле уже тогда удалось получить энергию особого вида, о которой ученые узнают лишь много лет спустя? Трансляция шла, конечно, не в виде радиоволн, как сейчас многие думают, а в виде волн, которые шли вот по этой самой темной материи, о которой мало кто знает почему-то, хотя ее открыли уже лет так 40 назад. В Колорадо Спрингс устройства Теслы произвели настоящий фурор. 200 ламп накаливания горели по ночам без единого провода. Ученый ликовал. Он не только получил восторженные отзывы в прессе, но и привлек внимание военных. Ведь у этого эксперимента случились неожиданные, но весьма эффектные последствия. По необъяснимой причине вышла из строя ближайшая электростанция постоянного тока. Кому она принадлежала, это невероятно. Но оборудование Теслы каким-то непостижимым образом уничтожило одно из предприятий Эдисона. Американские генералы задались вопросом, а нельзя ли повторить такой же опыт, но уже на территории вероятного противника? В основе всех видов этого оружия, будь то там ручь смерти Теслы, или, я не знаю, электромагнитная бомба какая-то, лежит один и тот же принцип. Способность управлять заряженными частицами, либо создавать потоки заряженных частей, либо управлять полями, создавать плазмоиды по собственному желанию. Тесла выиграл дважды. Физику удалось создать не только электромагнитное поле высокой напряженности. Ставки в этой игре были гораздо выше. В прямом смысле почти заоблачными. Изобретатель каким-то образом смог вызвать возмущение в ионосфере Земли. Многие считали, что лучи смерти, о которых говорил Никола Тесла, это и есть электромагнитные волны высокой частоты. Но как сделать такое излучение направленным? Над этой проблемой лучшие ученые работали не один десяток лет. Идея создания СВЧ-оружия уже давно существовала. И она разрабатывалась еще и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Америки в 60-е, 70-е годы. Такое оружие могло бы дать немыслимые преимущества армии. Ведь его можно использовать не только против техники противника, но и для уничтожения его живой силы. Может быть, именно поэтому Тесла запрещал приближаться к таинственной установке в Колорадо-Спрингс. Человек на 90% состоит из жидкости. Если вас поместить в это поле, достаточно интенсивное, то вы погибнете практически, мы знаем, вся кровь скипит, все жидкости в человеческом организме, они закипят просто-напросто. Повелитель молний. Так называли Теслу. Это уникальный снимок, на котором фотографу удалось запечатлеть необъяснимое явление. Ученые держат в руках объект, который светится с такой силой, что попросту выжигает часть фотопластинки. Те, кто бывал в лаборатории изобретателя, утверждали, при них Тесла не раз буквально жонглировал шаровыми молниями. Удивительно, но даже в 21 веке наука не владеет такими технологиями. Да, у нас есть вот определенные камеры, определенные установки, где наши физики создают шаровые молнии, причем на очень короткое время эти шаровые молнии, они неуправляемы. Они возникли и тут же, собственно говоря, взорвались. Ученые не знают точных причин, по которым в природе возникают шаровые молнии. По сути, это атмосферный воздух, благодаря загадочному стечению обстоятельств, внезапно превращающийся в плазму. Причем это низкотемпературная плазма, ничто иное, как холодный огонь. Так называли это явление и маги древности. Для того, чтобы удерживать материю в этом состоянии, требуется мощнейшее магнитное поле, которого у Теслы в то время быть не могло. Или все-таки оно у него было? Тесла эту проблему решил. Как он ее решил, до сих пор остается тоже неизвестно. Потому что если бы мы знали, как этот вопрос решил Тесла, то мы бы сейчас, конечно, использовали бы шаровые молнии в своих чисто меркантильных интересах. Результаты этих таинственных экспериментов сейчас, как никогда, важны для американских военных. Россия обладает таким набором ракет, на которые современная ПРО не успеет адекватно отреагировать. Сатана-1, Сатана-2, мобильные пусковые установки и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Такого разнообразия еще 10 лет назад никто и представить не мог. Спасти ситуацию может только сильнейшее ионизирующее излучение в верхних слоях атмосферы. Заряженные частицы способны вывести из строя системы финального наведения боеголовок. Правда, для этого придется устроить небольшой апокалипсис над территорией своей страны. До сих пор предполагалось, что защитный зонтик из заряженных частиц можно создать при помощи высотных атомных взрывов. Но это только теория. В реальности никто никогда не проверял, сработает ли такое средство. Зато плазменные барьеры в атмосфере, о которых говорил Никола Тесла, вполне могут стать оружием на новых физических принципах. В этом году американским ученым удалось частично повторить опыт ионизации среды на расстоянии. Специальный прибор создал шар плазмы на военном полигоне в Неваде. При этом сам плазменный генератор находился на значительной дистанции, в 30 километрах от места учебной атаки. Если эти плазмоиды научиться уплотнять, да, и каким-то образом их располагать в пространстве, то, например, боеголовка межконтинентальной баллистической ракеты, вот она летит себе, летит, эффект от ее встречи с таким плазмоидом будет примерно такой же, как если бы она встретила на своем пути кирпичный забор. Не о таком ли оружии говорил Никола Тесла? Ведь ученый писал, что одно из его изобретений сделает войну бессмысленной, даже невозможной. Тесла работал над системами, которые могут блокировать любые боевые действия. Такое невидимое оружие, по мысли ученого, могло закончить войну за считанные секунды, независимо от сил и технологического уровня противников. Это будет идеальное оружие, самое мирное оружие на свете, которое потенциальному противнику не даст даже мобилизировать свои ракетные войска. Оно просто их отключит, и все их резервные источники питания. Но вот парадокс. Для Теслы теория взаимного и неизбежного уничтожения всех участников конфликта была бы слишком простой. Инженер придумал куда более изящный исход. Одна из армий мира, похоже, вплотную приблизилась к разгадке его главной тайны. Тайны создания абсолютного оружия, которое использует новые физические принципы. Но что это за страна? Смотрите далее. Последний отчет, к чему приводят игры со временем. Фактически, ну, Земля могла бы просто перестать существовать. Вооружен и очень опасен. Как выглядит оружие будущего, и можно ли защититься от его ударов? Выводы из строя радиоэлектронных средств практически лишают противника способности к сопротивлению. И почему Николу Теслу называют инженером смерть? Можно ли выиграть войну без единого выстрела? И кто первым сможет применить абсолютное оружие, чертежи которого были засекречены еще в начале Второй мировой? Что скрывают загадочные архивы Николы Теслы? И удалось ли кому-то раскрыть его главную тайну? Корпорация Эдисона против гения-одиночки. Чем закончится война токов? И кто победит в Третьей мировой? Смотрите прямо сейчас. Эту идею американских властей Никола Тесла назвал бесчеловечной. Его адвокаты потратили десятки тысяч долларов, чтобы отменить скандальный эксперимент. Но судебный поединок Тесла все равно проиграл вчистую. В 1890 году его изобретение впервые осознанно применили как орудие для убийства человека. Переменный ток использовали для казни 30-летнего Уильяма Кеммлера. До этого использовалась казнь виселицы, мы знаем, и отрубали голову. Американцы для того, чтобы избежать вот таких вот, скажем так, негуманных каких-то вот действий в отношении обвиняемого, они придумали электрический стул. Хотя электрический стул, он тоже сам по себе вызывал очень серьезные пытки. Сам приговоренный был уверен, что за жестокое убийство жены и тещи ему светит виселица. Но губернатор штата Нью-Йорк оказался большим поклонником новых технологий. Он считал, что казнь через повешение – это слишком жестокое наказание. Так появился первый электрический стул. Его создатели, конкуренты Теслы из компании Томаса Эдисона, уверяли, приговоренный умрет мгновенно и даже не почувствует боли. Но это было не так. То есть человек бил сильнейший разряд электрического тока, он дергался, орал, умирал, он начинал гореть, даже дымиться. Но при этом какое-то время жил. Поэтому смерть являлась очень-очень страшной. Генератор переменного тока компания Эдисона купила через подставные фирмы. Инженеры плохо разбирались в этой технологии. Специалистам Эдисона казалось, что достаточно получить высокое напряжение, и все представление пройдет как по нотам. Однако никто не учел, что главное в изобретении Теслы – вовсе не разность потенциалов, которую можно довести хоть до миллиона вольт. Сербский изобретатель, добиваясь оптимальных показателей, много лет регулировал совсем другие параметры – частоту колебаний и силу тока. Без этих знаний даже элементарная электрическая цепь входила в аварийный режим. В день казни в тюрьме города Оберн было не протолкнуться от газетчиков, известных в Нью-Йорке врачей и ученых. Сотрудники Эдисона уверяли, что все закончится через пару секунд. Но когда палач пустил ток, многие пожалели, что вообще пришли на это чудовищное представление. Первый электрический стул был крайне несовершенным устройством. Оказалось, убить человека не так-то уж легко. Приговоренный получил три мощнейших разряда и все еще был жив. Казнь затянулась почти на 17 минут. Единомышленник Теслы, миллиардер Джордж Вестингаус, позже скажет – топором бы у них получилось лучше. Неудивительно, что американские заключенные с тех пор называли электрический стул старой коптильней. Когда такой стул появился, то, естественно, сами представьте людей, которых ждал электрический стул. Какая мысль? Что это вот демонское изобретение, бесовское изобретение. А кто у нас с демонами и с бесами связан? Тесла связан? Предприятие Теслы получило невосполнимый удар по репутации. На несколько лет слова «переменный ток» и «смерть» стали для американской прессы синонимами. Фирма лишилась большей части контрактов на освещение американских городов. Клиенты боялись связываться с технологией, которая теперь казалась смертельно опасной. Однако к тому времени сам Тесла уже стал опытным полководцем войны токов. И, похоже, знал, как нанести ответный удар. Эта фантастическая фотография стала визитной карточкой Теслы. Изобретатель спокойно работает рядом с генератором переменного тока огромной мощности. Мало кто знал, что снимок сделан методом двойной экспозиции. Сначала фотограф снял молнии, затем генератор выключили, а в кадр посадили Теслу. В результате примитивного монтажа и возникло то самое изображение повелителя молний. В конце концов, Тесла научился пиариться. Ведь в его багаже были разные инструменты для этого. И его полюбила за это публика. Но главная тайна снимка за спиной у Теслы. Это тот самый генератор. Ничто иное, как уменьшенная копия самого загадочного устройства, которое позже ученый и построит на Лонг-Айленде. Башня была центром научного городка на побережье. 57 метров в высоту, и это только видимая часть сооружения. У основания начиналась стальная шахта глубиной не менее 30 метров. По официальной версии, Тесла таким образом продолжал свои опыты, пытаясь передать энергию без проводов. Он захотел 5 таких штук поставить по всему земному шару и сделать беспроводное электричество. Мы сейчас бы жили с беспроводными, так сказать, машинами, которые наполняются энергией и просто едут в вечный двигатель. Деньги бы у нас никуда не уходили. Однако пробный запуск устройства привел к совершенно неожиданному эффекту. Над Лонг-Айлендом возникло северное сияние, которого здесь по всем законам физики просто не могло быть. Эксперты не сомневаются. Тесле удалось выполнить тайную задачу эксперимента – превратить верхний слой атмосферы в плазму. По всей видимости, Никола Тесла добился рукотворного эффекта по ионизации атмосферы. Никто после него ни до, ни после не проводил ничего подобного. Теперь Тесле предстояло понять, как вызвать тот же эффект, но только уже на большом удалении от башни Вандерклифф. Он искал подходящий полигон для испытаний оружия невиданной мощности. По странному стечению обстоятельств, как раз в это время ученый запросил в географическом обществе подробные карты Сибири. Много просто есть фактов, которые указывают, что это именно он, потому что он же запрашивал карты до этого в библиотеке, именно в удаленных, свободных уголках Сибири, куда это направить. Он выбирал, чтобы не затронуть человеческие жизни. 30 июня 1908 года в районе подкаменной Тунгуски произошел взрыв фантастической силы. Современные исследователи оценивают его мощность в 50-70 мегатонн. Это больше, чем выдала нейтронная царь-бомба, которую в 60-х годах взорвали над полигоном на Новой Земле. Еще недавно исследователи были уверены, что тогда, в начале века, в тайгу упал огромный метеорит. Но сейчас эта версия вызывает все больше сомнений в научных кругах. Сотни экспедиций так и не смогли найти на месте взрыва ни одного космического обломка. Зато обнаружили странные последствия. Прогоревшие дотла корни деревьев. Кроме того, очевидцы сообщали, перед взрывом над тайгой наблюдалось необъяснимое свечение, а воздух был как будто наэлектризован. Надо ли уточнять, что именно летом 1908 года Тесла объявил, что запустит свой генератор на Лонг-Айленде на полную мощность? Как только инженеры отключили генераторы, Тесла вышел из своей башни и никогда больше в нее не возвращался. Но почему? Может, такое странное поведение изобретателя после эксперимента и есть подтверждение его причастности к взрыву в Сибири? Почему ученый неожиданно потерял интерес к подобным опытам? Может быть, он осознал, насколько грандиозные силы ему удалось привести в движение? Конечно же, это было, так сказать, не лишено внимания военных, спецслужб, все-таки, как бы такая технология, она должна быть сначала на защите государства. Смертельно опасные эксперименты Теслы пытались повторить не раз. Но первые образцы по-настоящему убедительного электромагнитного оружия появились только в 21 веке. Россия объявила о том, что обладает уникальной системой, комплексом «Алабуга», оснащенным радиоэлектронной ракетой, сверхсекретной разработкой СВЧ-оружия для армии нового поколения. Вероятнее всего, «Алабуга» представляет из себя некий носитель, ракету, предположим, которая прилетает над полем боя. Этот генератор, так сказать, он генерирует один или серию высокочастотных импульсов. Конструкторы исходили из того, что все современное оружие, по сути, электроприборы, которыми управляет компьютер. Самолеты, танки, ракеты, даже некоторые модели высокоточного стрелкового оружия. Все они, так или иначе, напичканы электронными устройствами. Сегодня без радиоэлектроники современная война невозможна. Поэтому выводы из строя радиоэлектронных средств практически лишают противника способности к сопротивлению. «Алабуга» создает сильнейший электромагнитный импульс, который никак не влияет на человека. Но он не оставляет шанса электрическим цепям. За основу ученые взяли один из эффектов атомного взрыва, который тоже вызывает геомагнитные колебания, а нейтронный поток в прямом смысле выжигает все полупроводники и жидкие кристаллы. При ядерной атаке на электромагнитный импульс можно не обращать внимания. Ущерб для военных объектов и окружающей среды и так получится колоссальным. Но что будет, если нейтронный поток возникнет без ударной волны, без всякого шума и пыли? Не о таком ли гуманном оружии мечтал Никола Тесла? Он может действовать на огромнейшем диапазоне, от 100 до 1500 метров. Это абсолютно тихо, никакого шума и 100% результат. Как ни странно, идеи Теслы реализованы вовсе не на американском континенте, где, как предполагают, и остались спрятанными его таинственные архивы. После загадочной смерти изобретателя спецслужбы словно постарались стереть с лица земли все, что могло напоминать об опытах ученого. Взорвали устройство, вот эту башню знаменитую, которая могла воздействовать на мир. Ее взорвали в 1917 году, еще в Первую мировую войну. Якобы подводные лодки немецкие на нее выходили, как на ренте. В последние годы жизни Тесла успел поработать над еще одним удивительным проектом. Ученый утверждал, ему удалось нащупать способ мгновенного перемещения в пространстве и времени. Так, может быть, именно за этими разработками и вели охоту американские спецслужбы? Архив Теслы достался Федеральному бюро расследования, которое первым вошло в помещение, где лежал мертвый Тесла. Многие предполагают, что самый странный эксперимент с электромагнитными полями американцы провели как раз, опираясь на исследования Теслы. В 1943 году эсминец Элдридж был оборудован генераторами высокой мощности. Предполагалось, что колебания поля могут сделать его невидимым для радаров. По легенде, над проектом работал и другой великий ученый того времени, Альберт Эйнштейн. Так как немецкие лодки в годы Второй мировой войны доставляли очень много проблем американскому флоту, американцы хотели создать неуязвимый такой корабль, защищенный, специально закрыть его специальным полем, который бы фактически делал его невидимым. Когда все системы включили на полную мощность, эсминец не просто исчез с радаров. На несколько секунд корабль стал невидимым в принципе. Последствия эксперимента до сих пор составляют государственную тайну США. По одной из версий, почти вся команда Элдриджа погибла от излучения, либо от удара электрических разрядов. Их тела как будто растворились в расплавленном металле корабля. После так называемого филадельфийского эксперимента, никто больше не решался проводить опыты по перемещению во времени. И фактически Земля могла бы просто перестать существовать. Вот та концепция, которая закладывается в описании этого филадельфийского эксперимента. Многие идеи Теслы еще ждут своего часа. В его время технологии не могли угнаться за мыслью ученого. В наше разработки сербского гения уже не кажутся фантастикой. Схемы климатического оружия, удивительные устройства, которые заставляют любую материю распадаться на атомы и проекты путешествий во времени. Кем останется Тесла в мировой истории, убежденным пацифистом или инженером по прозвищу «Смерть» — неизвестно. Современные ученые по обе стороны Атлантики продолжают работать над созданием последнего оружия человечества. Война токов еще не закончена. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok